В прямоугольный треугольник вписана полуокружность, так что диаметр лежит на гипотенузе, а центр делит гипотенузу на отрезки длиной 15 и 20 см. Найти площадь треугольника и длину вписанной полуокружности. Для начала сделаем рисунок. Проведем радиусы в точке касания. Они будут пимпинетикулярны. Запишем данную. Треугольник ABC прямоугольный. Отрезок AO равняется 20. Отрезок OB 15. Найти площадь треугольника ABC. S ABC неизвестна. И длину полуокружности L. Обозначим радиус окружности через R. Тогда OF это тогда радиус и OE также радиус. Рассмотрим треугольник AFO и треугольник OBE. Эти два треугольника будут подобны, так как угол B равен углу AOF. Так как прямые OF и CB будут пародельны. Так как они пимпинетикулярны AC. Угол AFO равен углу OEB. Так как они прямые. Из этих двух районов следует, что треугольники AFO и OEB подобны. По двум углам. А раз треугольники подобны, следовательно их стороны пропорциональны. То есть AO так как относится к OB как сторона OF в стороне EB. Подставим сюда наше обозначение. Сторона AO это 20. Сторона OB 15. Сторона OF это радиус списанной полуокружности. Деленая на EB. Рассмотрим треугольник OEB. Треугольник OEB это прямоугольный треугольник. Следовательно для нее работает теоремя Пифагора. Квадрат гипотенузы OB в квадрате равняется сумме квадратов его катетов. То есть OE квадрат плюс EB квадрат. Выразим отсюда EB. EB будет равняться корень квадратный OB квадрат минус OE квадрат. Подставим сюда данные. Получается OB это 15 в квадрате минус OE это радиус списанной полуокружности. Подставим наше EB в ранее полученное соотношение. Тогда получается 20 деленное на 15 равняется радиус полуокружности деленное на корень квадратный из 15 в квадрате минус радиус в квадрате. Сократим в левой части и избавимся от дробей. Получается 4 умножить на корень квадратный 15 в квадрате минус R квадрат равняется 3 умножить на радиус. Вызведем левую и правую часть в квадраты. Получается 16 умножить на 15 в квадрате минус радиус в квадрате равняется 9R квадрат. Раскроем скобки. Получается 16 умножить на 15 в квадрате минус 16 радиус в квадрате равняется 9R квадрат. Преобразуем. Получается 25R квадрат. Перенесем 16R квадрат через накраинство. Получается 9R квадрат плюс 16R квадрат равняется 16 умножить на 15 в квадрате. Тогда 25r квадрат равняется 16 умножить на 15 в квадрате. Выразим отсюда радиус. Следовательно, радиус равняется корень квадратный из 16 умножить на 15 в квадрате, деленное на 25. Посчитав, получаем, что радиус равен 12. Длина окружности l равняется 2πr. Эту формулу нужно знать. Но так как в задании просят найти длину полуокружности, следовательно, l полуокружности будет равняться l, деленное на 2. Или 2πr, деленное на 2. Или πr. Подставим сюда наше значение, и получается 12 умножить на π. Рассмотрим треугольник АФО. Треугольник АФО – это прямоугольный треугольник, так как ОФ – пембиндикулярная нация. Следовательно, мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. И получается, квадрат гипотенузы, это АО в квадрате, равняется сумме квадратов катетов. То есть АФ квадрат плюс ОФ квадрат. Выразим отсюда АФ. Следовательно, АФ равняется корень квадратный из АО в квадрате минус ОФ квадрат. Подставим сюда наше значение. АО по условию равно 20 минус ОФ. ОФ – это радиус. Радиус равен 12. Высчитав, получается АФ равняется 16. Тогда АС будет равняться сумме длины отрезков. АФ плюс АФ плюс ФЦ. АФ равняется 16 плюс ФЦ. ФЦ равняется радиусу, так как четырехугольник ФЦЕО – прямоугольник. И у него противоположные стороны попарно равны. Тогда плюс радиус – это 12. В результате получается 28. Рассмотрим треугольник АВС. Треугольник АВС – это прямоугольный. И для него работает теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы АВ равняется сумме квадратов катетов АС квадрат плюс СВ квадрат. Найдем отсюда СВ. СВ равняется корень квадратный АВ квадрат минус АС квадрат. Подставим сюда наши данные. Получается СВ равняется корень квадратный АВ – это сумма длины двух отрезков АО плюс ОВ, то есть 20 плюс 15. Минус АС. АС мы ранее посчитали. Это 28. Посчитаем. В результате получается 21. Площадь прямоугольного треугольника равняется полупроизведению двух его катетов, то есть АС умноженное на СВ. Подставим сюда наши данные. АС – это у нас 28 умножить на СВ – 21. И все это деленное на 2. Посчитав, получаем 294. Запишем ответ. Длина полуокружности ЛП равняется 12П. Площадь треугольника АВС равняется 294. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.